День памяти Самвела Карапетяна Президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян принял в Ереванском офисе Западной Армении Леонида Ярмана Ананов, Вазгена Сеслиана и Саркиса Унаняна. Президент поблагодарил гостей за патриотическую деятельность как во время Первой, так и во Второй Арцахской войне. За беззаветную службу были вручены грамоты. Арман Анан и его друзья во время войны в основном оказывали материальную помощь армии, отправляя необходимое оборудование, одежду и различные предметы в Армению и Арцах. Говоря о готовности к прошлой войне, он заметил, что армянская сторона определенно не была готова. Нам по-прежнему нужна была профессиональная армия после Первой войны. Леонид Онан, названный в честь Леонида Асгалдяна, отметил, что с гордостью и с честью носит это имя. Он рассказал о мерах, принятых во Франции, отметив, что во время войны он и его друзья оказывали армии нематериальную и финансовую помощь. А также группами защищали наше культурное наследие от турецко-азербайджанского вандализма. Говоря о войне, Вазген Сеслян отметил, что это поражение стало сокрушением 30-летней победы. Это поражение не означает, что мы должны смириться с этим, но мы должны объединить наши силы, чтобы стать сильнее и бороться, чтобы вернуть то, что мы потеряли. 7 июля в Музее современного искусства открылась выставка, посвященная Самвелу Карапетяну, основателю фонда изучения армянской архитектуры и члену Национального совета Западной Армении. Заместитель директора фонда Рафик Ортошен представил экспонаты, рассказал об их истории и значении, а также упомянул работы, сделанные в Западной Армении, которые занимают особое место в музее. Выставка продлится до 14 июля. Как сообщает Министерство градостроительства Арцаха, возводится 4 пятиэтажных здания со 116 квартирами. Новый квартал будет сдан в эксплуатацию весной 2023 года. Строительство осуществляет компания Ферзит. Турецкие оккупанты и их наёмники нанесли удары по деревням, населённым мирным жителями, которые располагаются в северной части сельской местности района Зирган в кантоне Хасака, Сирии. Корреспондентка информационного агентства Анха в этом районе сообщила, что деревня Хармала и Дада Абдал подверглись сильным бомбардировкам со стороны турецких оккупантов. Она также подтвердила, что удары были нанесены с базы турецких оккупантов в оккупированной деревне Аль-Давудия. Корреспондентка указала, что данная бомбардировка нанесла значительный материальный ущерб имуществу жителей деревень. Исполняющий обязанности министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения Айк Чобанян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Греческой Республики в Республике Армения Евангелосом Турнакисом. На встрече стороны договорились углубить связи между двумя сторонами для расширения сотрудничества в области высокотехнологичной промышленности. Стороны, в частности, обсудили ряд других вопросов, таких как создание совместных площадок технологических компаний Армении и Греции, сотрудничество актуальной возможности в области цифровизации и расширения обмена опытом. В целях повышения взаимного признания в сфере высоких технологий Айк Чобанян пригласил Евангелосу Турнакиса принять участие в международной выставке вооружения и оборонных технологий Digitech Expo и ArmHitech. На встрече присутствовал военный атташе посольства Греческой Республики в Армении полковник Герасимус Авлантис. Ледяные озера в районе Юксякова провинции Хакари Западной Армении стали частыми гостями любителей природы после того, как были объявлены национальным парком. В Юксякова приезжает много гостей из разных уголков страны, чтобы увидеть Сатинские озера. Каждый, кто приезжает сюда, восхищается простотой и прохладой озер Лилиосад, а также красотой девственной природы. Водопады и озера высотой 3400 метров – это лишь небольшая часть богатой природы Западной Армении. Такие природные красоты мы встречаем на каждом уголке нашей страны, куда бы мы ни пошли. В результате мониторинга, проведенного Министерством образования, культуры и спорта Республики Арцах, после войны на временно оккупированных Азербайджаном территориях осталось более 2000 историко-культурных и историко-архитектурных памятников, в том числе 130 библиотек, 122 церкви, 4 часовни, 13 монастырей, 536 хачкаров, 12 музеев и 52 крепости. Материал подготовлен в сотрудничестве с Министерством образования, культуры и спорта Республики Арцах. Далее для вас национальный ансамбль Акунг Шатагы Сарэра. Далее для вас национальный ансамбль Акунг Шатагы Сарэра. Далее для вас национальный ансамбль Акунг Шатагы Сарэра.